Сегодня мы отправляемся из Лимы до Татны прямым автобусом. Компания Flores. Стоимость составила 80 солей. Можно было уехать за 70 солей, но было время не особо удобное. Сейчас 11 утра и автобус прибудет. Туда где-то часов 8 утра стоят еще дня. Так что почти сутки нам ехать до Татны, а оттуда еще фигачить до чилийской границы, до Арики, откуда мы отправимся в Икики. Из Татны до Арики идет автобус. Вот такой вот. Стоимость его составляет 12 солей, либо 2000 бесс. Можно складить и в той, и в другой валюте. Ехать до границы около 30 минут. У нас забрали наши паспорта. Видели вот такие вот бумажки, где мы тут заполнили наши данные. И уже скоро мы будем в Арики. Здесь вот стоят автобусики небольшие, такие мини-фэн на человек на 25. Вот в этом магазике мы купили билет. Оказалось, что 2000 стоит поезд до Хамберстоуна. Так что мы сейчас отправляемся туда. Если бы Даша не сказала, это не Хамберстоун, мы бы сейчас, наверное, поехали бы мимо, потому что никто не вспомнил, что здесь нужно останавливаться для нас. И, кстати говоря, здесь сейчас очень жарко, по сомнению с Икики. Но нам говорили о том, что здесь будет жарче намного, потому что облака, которые собираются на побережье, до сюда не доходят. Здесь никогда не бывает дождей, здесь всегда сухо. И мы сейчас отправляемся к этому таинственному городу. Даша соответствующих подготовилась. И этот костюмчик она приобрела в Аргентине. За дохрена бабла. Поэтому она его сильно, усиленно использует. Все думают, что она немножко миллилитер. Вот. А город находится где-то там. Город был основан очень давно. Как видите, в 1872 году. И действовал по 1960 год. Поэтому здесь вот такие вот построечки. И вот здесь где-то уже вход. Хотя посмотрите только на паркинге, сколько машин стоит. И уже не совсем он такой заброшенный, как хотелось бы. Именно там он любит у себя. Здесь находится вход. И, как видите, стоимость 4 тысячи EPS составляет. То есть 400 рублей. Даша безумно счастлива, потому что она может оплатить карты. Сейчас посмотрим, пойдет она у нее, не пойдет. А вот здесь вот почему-то кусок соль лежит. Может быть, они соль добывали? Не помню. В результате Даша сейчас оплатила с помощью мобильной версии карты. То есть карты закатаны на мобильный телефон. И женщина в кассе очень удивилась, потому что это первый раз, когда она видит, что такое возможно. Нам дали вот такие вот билетики. И оказывается, что здесь еще включают себе, видите, Хумберстоун и Санта-Лаура. Санта-Лаура находится 2 километра отсюда. И туда этот билет тоже действует. Поэтому мы пошли следовать до город добытчиков. Блин, что они тут добывали? Я не помню. Простите меня, я не помню, что они здесь добывали. Но что-то очень важное. Вот так вот классно выглядит город. Не знаю, мне нравится. Сейчас выбрала один домик. Мы сейчас пойдем внутрь. Привет. Ого. Вот так вот выглядели их дома. Это вот устройство было внутреннее. Прикольненько. Здесь чей-то кабинетик. Так, кажется, это был дом врача. Потому что, посмотрите, здесь кушеточка и соответствующие элементы докторской помощи. Так, а вот, видимо, это и доктор, который здесь жил. Соответствующие медикаменты. О, смотрите, больничка. У меня дома, конечно, побольше будет. Тонодон. Ипнотика. Ого. Это что, для гипноза, что ли? Что такое ипнотика? О, смотрите, какая была еще трубочка для того, чтобы слушать. Вот там была кухня, столовая и рояль. Ну, вот мне пианино. Помню там. Все очень по-простецки. Детские игрушки. Поезд деревянный, если видите. О, туалет, пиде. Душ вот такой ведь. Прикольно. Раковина. Так. Здесь... О, что-то. Швейные машины. Какие-то многоценности. Утюг. У нас тоже такие были раньше. Еще одна комната. О, люлька. Класс. Интересно, они ушли и реально все так оставили? Если честно, то вот это вот прям вдохновляет меня сейчас здесь снимать какие-нибудь вестернские фильмы. Вот посмотрите. Реально похоже на все это. И Даша как раз. Главное действующее лицо. Сейчас она войдет в какую-нибудь паб и пристрелит какого-нибудь чувака. Здесь вот, я так полагаю, были рельсы, по которым ходили вот такие вот составы с рудой. Доставлялись. Было бы супер оказаться в этом городе до того, как его сделали музеем. Так, я так полагаю, что это был какой-то книги. А, это, видимо, небольшой музей. Вот таким вот образом выглядел этот Хондер Стоун, когда здесь живете. Даша сейчас очень удивилась, потому что, что здесь баскетбольное поле. Раньше любили играть не в футбол, оказывается, а в баскетбол. Крутяк. Здесь даже арена есть. Офигеть. И вон там, вон, часики. Big Ben. Small Big Ben. Смотрите, можно примерить наряда тех времен. Вот здесь вот прокат. Стоит две тысячи песо за человека, чтобы сделать фотографию. И Даша очень хотела мороженое, она его нашла. И какие-то магнитики. Мороженое оказалось не очень вкусным, поэтому не советую его покупать. Зато сейчас здесь дают такой классный ветерок, что уже не так жарко, как было в самом начале. Но вообще место классное, поэтому я вам советовала сюда приехать и совокуете как-то водить. Мы заходим в самое большое здание, которое здесь есть. И только посмотрите, оказывается, здесь была сцена. Здесь, видимо, представления были. Прикольные стыли, прям старые-старые. Класс. Даша, не хочешь выступить? Хочу. А пока я напишу красивый роман. Не слушайте, только-то еще любите с меня. Мы где-то проходили. Одна из комнат оказалась гримеркой. Так, посмотрите. Потрясающе. Мне понравился вот этот домик. Да? Ты хоть успела прибаться? О боже. Господи, пугай что-то. Даша, походу, понравилось тут пугать. Она каждый раз заглядывает в окно и делает. Ух! Ну да-да-да, у тебя чистенько тут. Только немножко не хватает мебели. А так можно, в принципе, это... В принципе, можно жить. Скажи, Даша. Конечно. Тепло. Чисто. Мух нет. Хе-хе-хе-хе. Ну все. Еще зайдем в церковку, посмотрим. И можно будет остаться на ночлег. А в этом месте так забывает ветер, что кажется, что-то реально в каком-то заброшенном доме. Вот так послушайте. Ветер. Сейчас тут в одной из комнат прям было. Зовывание. Вот здесь вода. Слышите ветер. И ничего. Ну все, пора уходить. А здесь так забывает ветер и так колышется все, что даже стремно заходить. Здесь, видно, перерабатывали все или как-то что-то с ней делали. В общем, похоже на действующую церковь. На этой веселой ноте мы заканчиваем наше путешествие по Латинской Америке. Но ждите продолжения. Всех люблю. Спасибо. Чао-чао.